С наступлением летних каникул участились ДТП с участием детей. Только в июне было зарегистрировано 12 аварий с участием велосипедистов и скутеристов. Основная причина происшествий – элементарное незнание правил дорожного движения. Чтобы предотвратить возможные трагедии, сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят профилактические рейды, цель которых – выявление детей, подвергающих свою жизнь угрозе. Профилактика чаще всего в каникулярный период направлена на соблюдение правил дорожного движения. На самом деле, такие рейды о профилактике безопасности дорожного движения с несовершеннолетними проводятся регулярно, практически два раза в неделю. Во время подобных рейдов инспекторы задают детям вопросы о правилах поведения на дороге и рассказывают о возможных последствиях их несоблюдения. На спицах какого цвета должны быть катакоты? Оранжевые. Молодец. Согласно ПДД, движение по дорогам на велосипеде разрешено детям не младше 14 лет, а на мопеде немало уже 16. Но, несмотря на это, очень много подростков с тихого согласия родителей продолжают кататься на мопедах и велосипедах по проезжей части, создавая аварийные ситуации. Ну-ка, стой! Стой, я тебе говорю! Гоняться что ли с тобой будут? Ездить на мопеде с пассажирами нельзя даже взрослым людям. Но эти ребята о правилах ПДД, похоже, не слышали. Сегодня они обошлись профилактической беседой. Но в следующий раз при подобной езде их доставят в отдел по делам несовершеннолетних. И беседа будет проведена уже с родителями. Если ребенок в возрасте его не достиг 16 лет, то подобными материалами занимается инспекция по делам несовершеннолетних. Дети еще не являются субъектами административных правонарушений, они накладываются на родителей. Чаще всего родители, покупая детям мопеды, не задумываются о возможных последствиях, не знают закона, либо просто не боятся наказания. Ведь в качестве санкций закон предусматривает всего лишь предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. О цене жизни ребенка задумываются редко. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.